Ольга Шема – руководитель музыкального волонтёрского объединения «На доброй ноте», родом из Арзамасского района. Вся её семья связана с музыкой. Мама, папа и сестра пели на сцене. Ольга тоже стала заниматься вокалом, участвовала в хоре, ансамбле и творческом коллективе. Хотя основная работа женщины не связана с музыкой, она продолжает заниматься любимым делом. Выйти на сцену международного конкурса фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола» было давней мечтой Ольги. К этому событию она готовилась на протяжении нескольких лет, совершенствовала вокальное мастерство. И в этом году желание исполнилось. Отборочный тур был онлайн. То есть мы отсылали свои видео и аудиоматериалы, тексты песен. И жюри выбирали из огромного количества человек, вот выбрали 100 с небольшим участников для данного фестиваля. Каждый исполнял по две песни. И вот уже из этих песен жюри выбирали самые достойные, которые должны прозвучать на большой сцене в финале. Ольга исполнила две композиции «Россия» и «Солдатка». Жюри отдало предпочтение второй песне, и «Солдатка» прозвучала на главной сцене галоконцерта фестиваля. «Солдатку» Ольга исполняет уже много лет. С ней она выступала и на других конкурсах. Это песня о девушке, женщине, которая потеряла своего мужа, солдата на войне. О ее переживаниях, страданиях. Я постаралась передать чувства, эмоции данного персонажа. И до сих пор мне приходят восторженные отзывы. Участников фестиваля оценивала высокопрофессиональные жюри. В номинации «Сольное пение» Саровчанка заняла почетное третье место. Всего на фестиваль-конкурс «Арзамасский купола» подали 156 заявок из России, Белоруссии, Казахстана и Донбасса. Во время выступления Ольги были технические сложности, но исполнительница уверенно спела на публике. В детстве Ольга любила слушать на кассете дуэт Михайловых. И во время награждения Саровчанке посчастливилось получить приз прямо из их рук. Я с ним его детство. Авторы мне что-то выручали. Это, конечно, вообще шок. Контент. Я очень рада, и я даже до сих пор не верю, что я стояла на одной сцене с большими артистами. С людьми, которые принимают участие не только в российских конкурсах, а также ездят за границу и берут там гран-при. За третье место Ольга Шема получила денежный приз, который планируют потратить на новое оборудование для волонтерского объединения на доброй ноте. Кстати, если вы поете или играете на музыкальных инструментах и хотите присоединиться к команде волонтеров, обращайтесь к Ольге по телефону 8 910 147 47 37. Светлана Ерунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.